У нас есть важная тема Белоруссия. Нас не было тут неделю в студии в Гильвеции, и флага стало два. Флаг подрос. Нет, он размножился, их теперь два. И это говорит о чем? О том, что живее Беларусь, безусловно, совершенно. И это очень многим, как выясняется, не нравится и не радует. Оль, ты знаешь о таком явлении, как гетеризм? Да, кажется, слышала. Да, это сейчас становится очень популярным, в основном медийный гетеризм, когда диктаторы между собой обмениваются медийными лицами. Причем, если это у всяких племен, у Арунта в Австралии, у эскимосов, было принято предлагать гостью или союзнику одну из жен для временного использования. И жену чуть-чуть мыли, и посылали, значит, к юрту в гости, в юрту к гостю или к союзнику. И вот благородные дикари, желая порадовать уважаемого друга, они всегда предлагали самую красивую и самую сексуальную. А вот Путин послал Лукашенко-Симоньян. И это, конечно, было жестоко. Туда еще много чего послал Александр Глебович. Ну, я имею в виду основную фигуру, безусловно, основную. И в этом есть, конечно, элемент такого великодержавного хамства и указание на субординацию, на то, чтобы товарищ, надуваясь, все-таки знал бы место. Мы знаем, что рядом Симоньян, Симоньян, да, любой экранный ее партнер приобретает черты Петрова и Баширова. Но вот Лукашенко оказался непривередлив абсолютно. Он предался всем информационным утехам, даже, в общем, и с тем материалом, который был к нему послан. Он наслаждался. И это было видно всему миру. И он делился всем, что ему в этот момент приходило в его усатой кранидий, и при этом он размахивал передними и средними ногами. Но если мы уже говорим о таракане, то я предлагаю все-таки перейти на анатомию таракана и вспомнить про то, что есть и головогрудь, и пигидий, и кранидий, так называемая голова, и есть задняя грудь, передняя грудь и средняя грудь. Теперь Александр Григорьевич стоит... И все бронежилетах, я так понимаю. Да, это все анатомические номенклатуры настоящего таракана. И Александр Григорьевич врал отчаянно, врал абсолютно все, включая, конечно, и самый болезненный для него инцидент с Машей Колесниковой. Об этом мы еще тоже будем говорить. Вот он врал и следил, чтобы ни единого слова правды не проскользнуло бы в его речах. И он добрался, как ты знаешь, даже до того, что эти все, якобы, как он говорил, избитые девчонки, избитые ОМОНовцами, на самом деле просто красили себе задницы синей краской, чтобы имитировать синяки и ссадины. А Симоньян, разумеется, сладостно кивала и громко мычала, потому что ей же нужно, чтобы тот, кто ее послал, услышал бы этот оргазмический крик. Вот так выглядит информационный гитаризм в 21 веке. Но, правда, удалось выяснить много интересного, потому что раскрыта, наконец, марка того секретного, прослушивающего устройства, с помощью которого Лукашенко перехватывает разговоры Берлина с Варшавой. И, как я понимаю, этим вот путинским посланцам удалось этот аппарат увидеть, как, кстати говоря, я и думал, о чем я и предупреждал, это ДАМА, ДУ-7К+, с пультом управления. Это очень современный, кстати, и очень неплохой доильный аппарат, способный одновременно осушить аж пять особей, выкачив у них все молоко до последней капли. Аппарат изготовлен в Миасе, где, судя по всему, КОС очень не любят. Там предельно жесткие вакуумные присоски и очень мощный вакуумный высос. Вот это козы как-то терпят еще, блеют, умирают. Они несчастны, но терпят. Но если вот такой прибор подключить к соскам либо мужчины, либо женщины, то ДАМДУ-7К+, он приводит объект дойки в такое состояние, что через несколько минут этот объект уже слышат Лиссабон, Мадрид, Варшаву, разговор на Юпитере. Но вот, кстати говоря, Берлин услышали в первый раз. И, вероятно, вот все светила российской пропаганды, которые были отправлены туда, к Лукашенке, они испытали на себе мощь этой секретной установки и тоже имели возможность узнать, о чем же агенты империализма сейчас совещаются. А Лукашенко анонсировал вторую серию. Он, вероятно, решил, что над ним маловато поиздевались и что он недостаточно выглядит посмешищем и решил, что дело надо исправлять и то, что называется, усугубить. И вот, да, теперь будет известна вся правда о Навальном и о его отравлении. Отправив в Минск Симонян, Кремль уже тем самым окончательно, самым тупым показал, что Лукашенко прочно, плотно и надолго взят под крыло. Вот вообще феноменальная способность, как на всей планете Кремль умеет найти самые пахучие фекалии и в эти пахучие фекалии завалиться. Вот неохваченной на планете является только Миянма. Есть такое государство, которое пока без любви и кремлевской заботы обходится, но там есть все для того, чтобы стать друзьями Кремля, потому что там за раз убивают в деревнях по 70 человек, там на обочинах дорог можно купить копченную человеческую голову, то есть все есть для того, чтобы угодить в кремлевские друзья. Но вот эта вот поразительная способность влипнуть в любое самое невероятное дерьмо, это, конечно, отличительная и редчайшая способность Кремля. Вот примерно то же самое сделал, помнишь, был такой очень на самом деле милейший толстяк, сын художника Никаса Сафронова, который заслужил одно время прозвище Засасанец, он попал в очень неприятную историю в самолете, когда его всосало в унитаз, но он с такой легкостью, с таким обаянием рассказывает о своем недостатке, о своей проблеме и о своем состоянии, что понятно, что он очень умный и милый. И вот с ним случилась примерно такая же история, как с Кремлем. Он, испытав тепловое воздействие на курорте, увидел первый попавшийся пластиковый бассейн и решил, что он в него прыгнет, совершенно не рассчитав, что своими размерами он превосходит размеры бассейна. Он смял и уничтожил бассейн и сам, как он признался, разбился в мясо. Это просто произошло на днях. И вот понятно, что Лукашенко истории уже приговорил. его сейчас отдирают от власти, вот, как, знаешь, как клеща, который вцепился в ягодицу, его выкручивают, а он пытается в этом в теле оставить головку с шевелящимися ротовыми аппаратами. Он битая карта. Безусловно, битая карта. Вот среди других президентов, если ему когда-нибудь придется оказаться в компании, он должен ходить уже как прокаженный с колокольчиком, чтобы к нему не приближались бы и не заражались бы от него. Александр Глебович, простите, но ведь это очень логично делать ставку на президента, у которого нет никакой власти и никакой поддержки, потому что тогда не возникает вопроса, а кто будет править? Ну, ваш сейчас никуда не годится, мы вам своего поставим нормального. По-моему, это логично, так что здесь как раз логично-то логично. политический расчет. Но смена будет настолько драматичной и страшной, и Кремль опять пропахнет еще и чужим дерьмом, да, потому что ситуация будет совсем неоднозначной, и судя по тому, как Лукашенко обречен сейчас врать, причем он врать-то не умеет, он старается... Он жалко выглядит, да, когда это видно на камере, это ужасно. К президентам, конечно, требования попроще, полегче, чем, например, коэффициантам, да, но совсем до полной дементности доходить тоже не надо. И вот как будет выглядеть его крушение? Оно будет выглядеть, конечно, драматично, а теперь, когда в игре еще и Россия, это все может закончиться гораздо большей трагедией, чем просто вариант снесения нескольких жуликов.